Индепендент, Великобритания, Борис Джонсон лжет, заявляя об отсутствии доказательств вмешательства России в политику Великобритании. Эндрю Вудкок, Индепендент, Великобритания. 17 ноября 2019 года. Выступая перед журналистами BBC, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Борис Йенсон, сказал, что ему неизвестно, сколько российских граждан жертвуют значительные суммы в фонд консервативной партии, но настойчиво заявил, что все подобные случаи пожертвований были должным образом проверены, и информация о них обнародована. Отвечая на вопрос ведущей BBC News Рэйчел Бердин, Рэйчел Бурдин, о том, вмешивалась ли Россия в британскую политику, Джонсон сказал, никаких доказательств этого нет. И я считаю, что нам следует быть очень осторожными, мы не должны просто обвинять всех людей из определенной страны только из-за их национальной принадлежности. Заявление, сделанное премьер-министром, явно противоречит мнению его предшественницы Терезы Мэй, Тереса Май, которая в своей речи в 2017 году, когда Джонсон был министром иностранных дел, обвинила Россию в попытке повлиять на британскую политику. Борис Джонсон стал объектом жесткой критики со стороны председателя Парламентского комитета по разведке и безопасности, ИС, за то, что он задержал до окончания всеобщих выборов 12 декабря публикацию доклада комитета по обвинениям в адрес России в попытках повлиять на политику Великобритании. Комитет завершил свое расследование в марте, и, как предполагается, от органов безопасности было получено разрешение на его публикацию. Группа высокопоставленных депутатов и членов Палаты Лордов на закрытых заседаниях брала показания у представителей ведомств и учреждений, а также от свидетелей, включая критика Путина Билла Браудера, Билл Браудер, и бывшего агента разведки Кристофера Стилла, Билл Браудер. Следственная группа, предположительно, слышала утверждение о том, что Россия тесно связана с политической жизнью Великобритании. Премьер-министр не согласился с тем, что в его решении повременить со снятием с этого документа грифа секретности есть что-то необычное. «Я не вижу абсолютно никаких оснований для того, чтобы менять обычный порядок процедуры публикации отчетов из лишь потому, что приближаются выборы», — сказал Джонсон. «Обычно они так быстро не публикуются. Нет причин менять этот порядок». Председатель комитета из Доминик Гриф, Доминич Гриви, настойчиво заявляет, что правительство тянет с докладом, разрешение на публикацию которого обычно выдается быстрее. «Я очень сожалею о том, что премьер-министр так поступил», — сказал Гриф. «Он не привел никаких оснований для отказа представить его парламенту во время заседания парламента. Не было никаких причин для отказа в том, чтобы мы этот доклад рассмотрели. По неподтвержденным данным, в документе содержатся сведения о девяти богатых российских олигархах, предоставляющих средства консервативной партии. Отвечая на вопрос, сколько крупных российских доноров есть у партии, Джонсон сказал, что он не знает, «Добавив, все пожертвования в фонд консервативной партии должным образом проверяются, и сведения о них должным образом публикуются. Все это находится в открытом доступе. Я считаю, что мы не должны относиться враждебно к людям только из-за того, из какой они страны. Очень важно, чтобы мы были сдержанными и справедливыми. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...